Богатейшая история нашего района долгое время практически оставалась вне поля зрения многочисленных исследований. Не так много очерков и статей по этой теме было написано за последний век. А между тем, хорошее знание истории не только познавательно, но и полезно для развития. В первую очередь, речь идет о подрастающем поколении. Об этом шла речь на собрании актива общества любителей истории и краеведения Славянского района. Представители заинтересованных служб и организаций, школьные учителя истории, кубановедения, педагоги филиала КубГУ и координаторы общества любителей истории и краеведения из прикубанского, петровского и черноярковского поселений собрались в районной администрации, чтобы поговорить о важном. В Славянском районе при поддержке депутата законодательного собрания Кубани Виктора Чернявского ведется большая и плодотворная краеведческая работа. Открывая собрание, он сразу же постарался заострить внимание собравшихся на том, что необходим серьезный разговор о работе общества в муниципалитете и его перспективах. Хотелось бы, наверное, сегодня говорить о том, что получается, как и не получается, какие ближайшие планы, самое главное, перспективы роста нашего и по содержанию, и по охвату. Потому что я думаю, что есть та база, отталкиваясь от которой, можно идти дальше. Вовлекая в широкие круги молодежи, ветеранов наших, мы должны понимать, и, наверное, со мной согласитесь с историком, что история – это не только прошлое, история – это и не сходящее. И то, каким мы сохраним его в памяти на будущее тоже, это многое зависит. Начальник управления культуры Славянского района Дмитрий Решмет, который является координатором большой краеведческой работы, поблагодарил Виктора Чернявского за хорошую инициативу собраться в таком формате и сказал, что в последнее время и в жизни муниципалитета, и в жизни общества произошло много интересных событий. Это 2020 год, 19 сентября, в парке 40-летия Победы был открыт мемориальный комплекс, будем говорить так, и памятный знак воинам освободителям, пропавшим без вести в 43-м году при освобождении Славянского района. Работа была совместно с К-95, с нашими активистами проведена очень большая, очень серьезная, это около 1700 человек, которые не нашли место захоронения, захоронения, это и форсирование Кубани, и протоки, это наша лимонно-плавневая зона, поэтому большой такой работой, и вернее итогом этой всей работы стало как раз открытие памятника. Дмитрий Решмет рассказал о многочисленных памятниках и памятных знаках, которые появились в нашем муниципалитете, посвященных выдающимся славянцам, чье имя вписано золотыми буквами в книгу истории района. Также проведена немалая работа по присвоению имен героев войны и тружеников мирного времени школам и учреждениям культуры. Вот решением совета района имя было присвоено, перед этим вышла такая книга, она сейчас в библиотеках есть, Александр Иванович Майзен, «Возвращение художника», вышли, там же репродукции его работ, и на сегодняшний день мы горды тем, что нам удалось найти еще одно имя в истории славянского района, и не просто найти, но в библиотеке рассказать о нем, показать то, чем он занимался. И на сегодняшний день это имя уже вернулось не только на уровне славянского района, но и на уровне Краснодарского края. Начальник управления образования района Елена Щурова рассказала о разработке и практическом применении в школах курса внеурочной деятельности, посвященного истории малой родины, славяноведения, а также о создании и модернизации школьных музеев. У нас есть музей Филицина, есть наши, безусловно, взятые за основу, все места, которые касаются храмовой экскурсии, памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, в обязательном порядке, за основу высоты туристических маршрут, которые сработаны были на уровне района, и уже, как дополнение, идут выйти за пределы славянского района. У нас в период с декабря по нынешнее время, ну, на второй полугодии утвердили другой приказ, 21 школа по графику идут, и, в принципе, они выезжают. Безусловно, еще раз повторюсь, это не только для тех детей, которые у нас идут по курсу славяноведения. В настоящее время идет внедрение современных технологий интерактива в музейное дело. Директор Славянского историко-краеведческого музея Наталья Стрюк осветила работу по оцифровке экспонатов историко-краеведческого музея, введению и пополнению электронной книги памяти Славянского района. Обществом любителей истории краеведения оцифрована база данных Славянского районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры, включающего материалы по истории памятников, памятных мест города и района, начиная с 1970 года по настоящее время. Собрана богатая информация о земляках, героях Советского Союза, кавалерах трех орденов, славы. Также собирается информация о дивизиях, полках, которые освобождали Славянский район в годы Великой Отечественной войны. Результатом этой работы стало формирование фотолетописи развития Славянского района и выявление большого количества ранее не публикованных материалов, которые открывают неизвестные страницы истории нашей малой Родины. История – это не только вчерашний, но и сегодняшний день. Нужно более активно привлекать творческую интеллигенцию, рассказывать об этих людях и событиях на страницах историко-краеведческого альманаха Копыл. Об этом говорилось на собрании актива «Общество любителей истории и краеведения Славянского района». Есть сейчас и педагоги активные, есть сейчас и молодежь талантливая, которую мы будем в редакционную эту группу подтягивать. Ну и получив все-таки вот эту рубрикацию, наверное, у людей возникнет уже определенное мысленное информационное пространство, в котором ему интересно будет работать. Одному интересно работать по, допустим, культуре, второму по образованию, третьему по промышленности, четвертому, может быть, по древней истории, пятому еще что-то. И вот уже люди это будут понимать и нам несут свои предложения. Мы из них уже тогда сформируем, в принципе, тематику будущего альманаха. Вся российская история, история Кубани и Славянского района призваны заложить в душах зерна истинного патриотизма и любви к Отечеству. Участники мероприятия выразили уверенность в том, что прошедшее собрание актива станет прологом к большому сбору любителей истории района. Всех, кому не безразлична история, традиции и судьба нашей Родины. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин